Всем доброе утро! У нас первый снег такой, настоящий снег, но погода не очень. Ветрено-морозно, параллельно где-то подтаивает, где-то подмерзает, но суть не в этом. Сегодня я хочу немножечко поднять тему медицинского обслуживания, потому что знаю, что многие мамы недовольны, которые выехали за границу. Кто-то говорит, что невозможно попасть месяцами к врачу. Так вот, расскажу, как это работает у нас. В принципе, в субботу утром я вспомнила о том, что нам необходимо к педиатру. Я зашла в систему, в систему Хелси, выбрала нашего врача. Он у меня есть в уже прошедших приемах. И выбрала день на понедельник. Свободно открыта запись. Свободно могла записаться на выбранное время. Мы записались на 3 часа. Идем немножко раньше. Смотрю, что у врача на это время тоже записи нет, потому что, ну скажем так, врач не очень популярен. И плюс в разных больницах сейчас детей меньше. Идем мы раньше, потому что Аня приболела. Фу-фу-фу, пока нет температуры. Но у нее прямо хриплый голос такой. Видно, что и трудно. И ночь была. Наплакала, плакала, плакала. То есть я к чему? Что у нас нет проблем сходить к педиатру. И ждать много времени не нужно. Если педиатр, например, разрекламированный, или который пользуется спросом, то к нему, в принципе, 2-3 дня. Надо подождать, чтобы записаться. Что мне нравилось в городе Сумы, что там активно продвигали политику, что ты можешь как педиатра, так и терапевта выбрать как в частной поликлинике, так и в государственной. Главное заключить декларацию. Скорее всего, в Харькове тоже так можно. Система одна. Но прям такой рекламной кампании я не вижу. Нам сегодня необходимо было сделать прививочку. Прививочка эта бесплатно. Но я буду отказываться, потому что Аня себя не очень хорошо чувствует. Что еще сказать? Ну и плюс там направление могу дать на анализы или на УЗИ. Тоже это все посмотрим. Аналогичная ситуация и с терапевтами. Мне надо к терапевту. Хочу получить направление к пульмонологу, потому что легкий кашель у меня то проходит, то остается. Он не такой, как был, но легкий есть. Причину не всегда можем найти. Так вот, сейчас запись доступна на четверг или пятницу. Могу свободно пойти. Вот такие дела. У нас есть знакомая девушка, которая была в Ирландии. Она сказала, что за полгода она не смогла ни при каких обстоятельствах попасть к врачу. Ни к какому. Не знаю, правда или ложь, но вот как-то вот так. И здесь я немножко скринов покажу, как происходит запись, что реально никаких проблем нет. А наша дорога проходит вот по таким дебрям. Чтобы вы понимали, что у нас происходит. Можно пойти в объезд, но очень долго, с учетом, что Аня не сидит, и ее тянуть тяжело. Вот так. Если честно, мы вот идем в больницу, вообще никого нет в поликлинике. Сейчас идем в 43 кабинет. Вот, я вам покажу. Он в конце слева. Еще старые такие кресла. Никого, никого. И вот дальше я просто показываю, как я записываюсь к врачу в телефоне. Есть портал Healthy. Заходим на портал Healthy. Я здесь уже, в принципе, авторизирована. Выбираю свои приемы. Сейчас система подгружается. Выбираю свои приемы. Здесь отображаются и мои приемы, и приемы ребенка. Здесь, кстати, есть приемы, на которых мы не были, которые не запланированы. В связи с медицинской реформой. Зарплата врачей зависит от того, сколько они детей примут. И поэтому иногда бывают не наши приемы, которых мы не планированы. Вот, вы видите, я выбираю вкладку педиатра с фамилией. И вот сколько свободных мест есть на завтра, на послезавтра, на любое время. То есть, проблемы записаться нет. Поскольку мы будем менять педиатра, то вот, соответственно, к новому педиатру тоже нет вопросов. Я выбираю время, выбираю, кого я записываю, себя или ребенка. Соответственно, записываю ребенка, выбираю время. И все. Никаких проблем. Посмотрим, что будет с новым педиатром. Ну, даже оценка в системе, вы видите, разная. И мы изначально собирались к другому врачу, к этому, которому пойдем завтра. Но когда мы приехали из деревни, из деревни, то врач был в отпуске на протяжении полутора месяцев. Соответственно, чтобы не ждать, мы пошли к тому, кому пошли. Ну, и, понятное дело, получили итог. На следующий день, потому что мы заболели. И в итоге получилось так, что педиатр у нас вообще не посмотрела. То есть на наши жалобы она сказала, ну, это или инфекция, вирус, или это просто перемерз ребенок. Пусть вас слушает лор. Честно, были в шоке. Вот реально в шоке. То есть педиатр к ребенку не притронулась на мои просьбы послушать. Она послушала, но рот, нос, глаза, ничего не смотрела. Жалобы никто не слушал наши. В итоге, теперь с одной стороны понятно, почему к ней всегда никого нет. Можете говорить, что я вредная, не вредная, но реально. Мы писали своему бывшему педиатру из СУМ, которая не отказалась и проконсультировала. Пошли мы к лору. Лор была в шоке. Сказала, я таких маленьких деток не консультирую. Назначила лечение, говорит, но я не уверена. Когда мы озвучили этот диагноз педиатру, плюс я написала знакомой педиатру девочке, они сказали, это точно не оно. То есть все, что угодно, и такое лечение точно не поможет. Зато сегодня у нас через систему прием написан у всех трех врачей.